Как сажать голубику садовую? Садовая голубика регулярно дает ягодки, поэтому дачники называют куст черным жемчугом. Вы обогатите свои запасы, если предложите голубике удачное место в саду и подберете уход, который бы стимулировал ее развитие. Где посадить голубику садовую? Открытое ровное место, защищенный от ветра участок. Обязательно позаботьтесь о защите от ветров, так как в таких условиях ягода легко ломается. Можно разместить в непродуваемом месте и у постройки, закрыть ширмой, тканью, сородить живую возгрынь. В общем, на ваш выбор. Почва для голубики без органики, без золы. Не садите на участках, которые активно заправлены этими компонентами. Выбирайте рыхлый листовой субстрат с добавлением верхового торфа, либо заранее подкисляйте. В состав также входят опилки, хвойный опад, кора, песок. Больше, чем ветряное место посадки, голубика садовая не любит место с застоем воды. Рыхлые компоненты, предложенные выше, помогают справляться с переизбытком влаги, выпитывают ягоду водой, а также защищают лунку, заливают вырытую траншею и не переувлажняют ягоду. Если вода застаивается в средних слоях, начинает гнить корни. Защитить от переувлажнения и сохранить объем поступившей влаги можно эмульчированием торфа или песок. Как посадить голубику садовую? В ямку 50 на 70 см до корней шейки вместе с земляным комом для пророщенных саженцев, погрузив на 30 см воду до пересадки в грунт. Схема размещения голубики на участке. Расстояние до следующего кустальника 1 метр, расстояние между рядами 2 метра. До посадки на участок также соблюдают расстояние 2-3 метра. Уход за посаженной голубикой садовой. Садовую голубику поливают предложенными выше порциями. Освещение поддается естественным образом. На удачно выбранном месте проблем с подсветкой не возникает. Температура повышается с каждым месяцем. Садовая голубика не страдает от перепада температур, поэтому можно смело садить в любом регионе, в любой период. Единственное, что стоит учитывать, это осадки. О нелюбии к перевлажнению голубики уже сказали. Старайтесь чаще рыхлить и мульчировать почву песком, чтобы бороться с перевлажнением ягод в сезон дождей. Подкормка для голубики садовой. Минеральные смеси со второго года посадки. Помните, что вводить органические элементы не надо. Чем подкормить? Азотные компоненты от 40 до 50 грамм ранней весной для наращивания листовой массы. Повторить в мае. Внести небольшую порцию в июне. Фосфорные компоненты по 30 грамм добавляют чаще, чем азот. Интенсивная подкормка начинается с апреля. Закончить подкормки в июне. Калий по 30-35 грамм. Вносить для защиты от паразитов, улучшения обмена веществ, направления других питательных веществ к точке развития. Как подкармливать? В пролитую воду и почвенную смесь с весны до середины лета, постепенно сокращая к осеннему периоду. Осенью прекратить. Пишите в комментариях, как вы сажали голубику садовую и как ухаживали за ягодой.